От трудоустройства до бюджета на будущий год в Дворце Независимости сегодня дают оценку работе экономики страны. Широкий состав экспертов из правительства, Нацбанка, региональные и столичные власти обсуждают ключевые направления развития. В масштабе пятилетки сейчас приходится наверстывать упущенные. После не самого удачного прошлого года, когда экономика упала на 6%, удалось выровнять ситуацию, выйти на рост показателей, в том числе основного ВВП. Также восстанавливаются объемы экспорта и золотовалютных резервов. На этом фоне эксперты не наблюдают роста доходов населения. Этот вопрос глава государства адресовал участникам разговора. Также президент напомнил о контроле поручений по средней зарплате и трудоустройству. Число занятых в экономике страны должно расти. Отсюда и логичные вопросы к сфере финансов и инвестиций. Настораживает ситуация в сфере инвестиций. По моей информации, на следующие годы их запланировано аж 65% от уровня 2011 года. Это крайне недостаточно для простого поддержания конкурентоспособности экономики. Если нет собственных капиталов, надо искать и привлекать инвесторов. Кстати, они тоже есть. И кредиты приемлемые тоже есть. Но удивительно, проектов нет. Финансы. Во-первых, бюджет. Он должен служить целям в социальной политике. Почему бюджет превращен в костыль для хромающих предприятий? И поток предложений от правительства по изготовлению этих костылей на уровень президента не прокрашается. Второе. Настораживает проблема долгов в реальном секторе. Доля проблемных активов высока. Как на это смотрит правительство, национальный банк? Или это опять будет переложено на бюджет страны? Большинство принимаемых мер пока носит косметический характер. А нужны системные решения. Сегодня же правительство вынесло на рассмотрение проекты ключевых документов на будущий год. Они касаются социально-экономического развития бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики. В частности, предполагается, что бюджет сохранит свою социальную направленность. Предусмотрен рост расходов на образование, здравоохранение и поддержку многодетных семей.